Тюменская арена Представитель Центра олимпийской подготовки Тюмень-Дзюдо взял верх над местным спортсменом Игорем Линченко. В следующем поединке подопечный тренера Татьяны Беляевой огорчил москвича Александра Чеботаря. В полуфинале сибиряк сумел сломить сопротивление чеченца Тамерлана Мухтарова. В решающей схватке черных победил Ильгиза Исхакова из Санкт-Петербурга. Стадион «Геолог» в 2016 году стал площадкой для массовой автограф-сессии. Фанаты тогда с удовольствием общались с топовыми биатлонистами планеты Антоном Шипулиным, Мартаном Фуркадом и другими. Эстафеты у них спустя три года приняли чемпионы России по мини-футболу. Игроки МФК Тюмень. Перед тем, как подписывать карточки с чемпионской фотографией команды, Артем Антошкин и Андрей Соколов пообщались со всей подрастающей сменой, а также их родителями. Обсудили абсолютно все, начиная от возраста, с которого гости начинали заниматься спортом, и кумиров, заканчивая размером ежемесячного оклада. Это конфиденциальная информация. Меньше, чем вы думаете. Приятно видеть, что такое большое количество детей, которые следили за нами, которым интересен наш спорт. Я думаю, это и для них был, как бы с нашей стороны был большой шаг для них в их развитии. В детстве, в лет 10-11 даже не следил за мини-футболом, даже, наверное, не знал, что он есть на профессиональном уровне. Следил там вот за большими звездами чемпионата мира, там большой футбол Роналда, там Рональдини. Я еще живу в Качканаре, и поэтому у нас была одна команда Синара мини-футбольная, тогда Виснина, и одна футбольная команда – это Уралмаш. Вот и равнялись на тех игроков. В свое время, помню, очень нравился мне Шаяхмедов Владислав и Дамир Хамадеев тогда были лидерами команды. Ну, Шабанов всегда тоже выделялся своей игрой, своими эмоциями. По окончании автограф-сессии каждый желающий не только мог сделать селфи с чемпионами, но и с тем самым кубком, который МФК Тюмень завоевал 1 июня. Состоялся второй этап ралли-кроссового Кубка России по автоспорту. Он прошел в Рязанской области. В дисциплине Д2Н заявился тюмениц Михаил Путятин. Действующий чемпион страны в этом виде неделю назад в Казани занял второе место, пропустив вперед Альберто Гайнулина из Башкортостана. На сей раз Сибиря косички не допустил. Он победил уверенно и с отрывом. Путятин возглавил зачет соревнований. Укрепить свое лидерство он сможет с 15 по 16 июня в Упорово, где пройдет третий этап Кубка России. В Тюмени очередным видом областной спартакиады вузов, посвященной памяти Валентина Зуева, стал комплекс «Готов к труду и обороне». Студенты выявляли сильнейших в 11 нормативах. Чемпионом стала сборная Тюмгу. Вторыми финишировали представители Тюменского индустриального университета. Бронзу взяли курсанты Твику имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Тюменский государственный университет классический, в структуре которого есть профильный институт физической культуры, что позволяет поддерживать уровень физической подготовленности не только студентов спорта высших достижений, но и тех студентов, которые ходят на занятия по дисциплине физической культуры. По сумме баллов, набранных участниками фестиваля, определились победители и призеры в личных зачетах. У сильного пола не было равных Павлу Яковлеву, а у прекрасного лучше всех справилась с нормативами студентка физкультурного института Юлия Осипчук. «Пыталась выложиться на максимум, но были моменты, когда было трудно действительно что-то совмещать. То есть это было выполнение 10 нормативов в один день. Это для меня раньше казалось нереально. Но сейчас я просто в шоке. Самым сложным, наверное, изначально я боялась именно метания гранаты, что никогда не выходило. А тут просто побило свой личный рекорд, вот можно сказать, раза в два. Вот, и думаю, это связано с местом учебы, думаю, что развивают всестороннее развитие». Команда «Тюмгу» получила право представлять область на всероссийском этапе фестиваля ГТО, который пройдет в августе в Челябинске. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать на нашем сайте. До свидания.